Друзья, всем привет! С вами канал Будда Гришна. Давно и широко известна любовь Николая Максимовича Цискаридзе к своим ученикам. Очень трепетное отношение. Он берет их в путешествия. И если посмотреть видео, где он преподает, настолько внимательное, трепетное отношение. В то же время очень такое справедливо суровое, я бы так сказал, оно видно сразу. И вы знаете, заголовок наверняка вы скажете громкий и так далее. Я очень хотел бы привлечь столько же людей, сколько привлекают те люди, которые пишут такие заголовки, для того, чтобы то же количество людей увидело и услышало то, что мне очень хочется сказать. Вы знаете, я не знаю с какой целью, для чего это делается, но вот Цискаридзе ездил в Грузию с ребятами, значит, юношами, которые у него обучаются. Что только не написали, что только не написали, сколько дерьма, извиняюсь за выражение, не вылили на него. И с мальчиками юными и так далее. Вот вы знаете, складывается впечатление, что это чистой воды какая-то заказуха просто. По-другому это никак назвать нельзя, потому что если человек выкладывает фотографии с детьми, с юношами, и фактически на каждую фотографию находятся какие-то заголовки, то, ну, это, наверное, не просто так, да? Не на каждого же человека это делают. Вы знаете, почему-то чем человек талантливее, чем человек гениальнее, тем больше в течение жизни на него льют помоев. Вот на Цискаридзе что только уже не пытались сделать. Меж тем, я хочу сказать, в защиту Николая Максимовича, в которой он совершенно не нуждается, тем более в моей. Это человек высочайшего уровня культуры. Это человек, на которого необходимо равняться и брать с него пример. Это человек, который должен, как мне кажется, занимать более высокие посты в области культуры в нашей стране. Вот тогда мы действительно столкнемся, что называется, с культурой лицом к лицу, в хорошем смысле этого слова, а не с той культурой, которая похожа на пятую точку, с которой мы сейчас сталкиваемся уже и в театрах. Но вот это меня просто сегодня шокировало. Сразу с шестью, называется статья, новое фото групповухи из Цискаридзе слили в сеть. Вы понимаете, то слили в сеть какую-то переписку, когда он Юдашкину предлагал какое-то свидание. Хоть бы выбрали кого-то другого, Юдашкина выбрать. Вы вдумайтесь на секунду, человек, который женат столько лет, который борется с онкологическим заболеванием, кутюрье с безупречной репутацией. И выбрали его, чтобы подтасовать в ватсапе переписку. Потом какие-то фотографии с мужчинами и так далее. То есть только всенародная любовь, только всенародное уважение действительно к Николаю Максимовичу позволяет игнорировать вот это всё. Наверное, другого любого человека уже бы задавили и стёрли бы из-за этого. Но надо сказать, что Николай Максимович тоже отвечает, но отвечает довольно грамотно. Он везде, где бы ни был, обратите внимание, у него есть в Инстаграм, ставит геометку Большой театр России. Где бы он ни был, что бы он ни фотографировал, он ставит геометку Большой театр. И вот эта вражда с Большим театром у него идёт уже, вы знаете, довольно давно. Вот что пишут. 47-летний российский хореограф Николай Цискоридзе упорно отказывается остепеняться, несмотря на явный интерес к своей персоне со стороны прекрасного пола. Но это его личное дело. Он, я считаю, гений, и это просто достояние нашей страны. Поэтому это его личное дело. Будет он остепеняться, не будет. Меня просто возмущает вот такого рода, понимаете, вещи. Которые публикуют в отношении тех людей, которые... Их единицы и так остались, на которых можно равняться. Единицы. И так везде поющие трусы. Это ужас, что творится. Это вообще страшно, какое идёт, вот, понимаете, разложение морально-нравственных ценностей. На уровне молодёжи, на уровне юношества, на уровне детства уже. Значит, нередко артиста видят в компании молодых звёзд балета, восхищённых талантами своего наставника. Вот что пишут. Искоридзе продолжает носить вклад в развитие российского балета. На сегодняшний день культовый танцовщик является ректором Академии русского балета имени Вагановой. Кроме того, его можно по-прежнему видеть на сцене. Ради любимого искусства артист готов работать днём и ночью, из-за чего у него периодически возникают проблемы со здоровьем. А ещё Николай Максимович один из немногих, кто в своё время не побоялся встать на защиту затравленных молодых танцовщиц и танцовщиков. Сегодня знаменитый хореограф, как и все причастные, отмечает особенный праздник – День балета. Это публикация от 19 октября. Значит, и она пусть не свежая, но тем не менее. И в Инстаграм в этот день Цискоридзе опубликовал снимок, на котором он запечатлён в компании нескольких молоденьких балерин. Девушки и их наставник своими позами смогли изобразить сердце, чем буквально растрогали подписчиков Цискоридзе. Друзья, вы можете себе представить, насколько чистая энергия творчества, любви и всепоглощающего какого-то творческого начала, что ли, Цискоридзе? Когда они сели, сложили сердце и так далее поздравить с Днём балета. И даже в этот момент нашлись люди, которые написали, что сразу с шестью. Ну что вот с этими людьми не так? Ну зачем? В комментариях прямо у него. Что сразу с шестью? Это его ученицы. И понимаете, вот это меня вызывает просто... Но как всегда нашлись и те, кто высказался об увиденном в неожиданном ключе. Сразу с шестью стали вопрошать интернет-пользователи, которые скептически отнеслись к публикации артиста, регулярно хвастающегося талантами своих учеников. И вот что написал Цискоридзе под этой публикацией. Дорогие друзья, сегодня отмечается день величайшего искусства, которому я верен на протяжении всей жизни. Хочу пожелать русскому балету в его настоящем состоянии, великих исполнителей торжества справедливости, достойных руководителей здравого смысла. Так как всё остальное история, ценный опыт, исключительность, любовь сотен миллионов зрителей, предность мечте. У данного искусства уже есть. Добро победит. Насколько вот они выложили сердце своими телами и насколько его послание, оно пропитано любовью к тому, чем он занимается всю жизнь. Меня, вы знаете, меня просто поразило вот это то, что публикуется такими заголовками. Но заголовки берут из сообщений людей. Неужели есть такие люди, которые настолько внутренне обозлены на всё вокруг? Это же ужасно. Критики всерьёз, кстати говоря, считают, пишут, публикации хореографа весьма неприличными. Значит, скорее всего, некоторые россияне не испытывают восторга, пишут, от вида мускулистых парней в обтягивающем трико. Но, вы знаете, больные люди, может, и не испытывают, но есть одежда, которой танцует балет. И, в общем-то, и целом в триконах со двора его не танцуют. Поэтому, если у человека что-то не так, то вполне вероятно, может быть, это его и смутит. Но человек, понимающий, что балет – это балет, да, как, условно говоря, камера – это камера, а голова – это голова, а балет – это балет, его это смутить не может. Значит, с которыми нередко фотографируется жгучий брюнет, хейтер неоднократно именовали публикации артиста групповушкой, хотя никакого эротического подтекста, размещенной Цискоридзе в фотографии, конечно же, никогда не имели. Я считаю, что это люди, о которых я и говорю, на которых Цискоридзе, будучи на более, может быть, высоких каких-то постах, в культуре, я имею в виду, в нашей стране, смог бы повлиять так, чтобы они писали не такие вещи, а прониклись любовью, может быть, ну не любовью к балету, но тем не менее уважением к гению и человеческому труду. Друзья, интересно ваше мнение, пишите просто комментарии, я с глубоким уважением отношусь к Цискоридзе, с удовольствием смотрю все его свежие выступления и интервью, и считаю, что чем больше таких людей у нас будет в стране, тем будет лучше. Но почему-то у нас именно в стране таких людей гнобят, гнобят и гнобят, как только могут. Значит, друзья, с вами был Будда Гришна, подписывайтесь на канал, кому интересно, канал, значит, дополнительный Будда Гришна, лайф резервный, вместе мы сила, слоган канала, подписывайтесь на него тоже, видео там сейчас не выходят, но, безусловно, будут выходить. Значит, и присылайте ваши новости в Инстаграм, Инстаграм Будда Гришна, нижней подчеркиваю, единичка на латинице, на русском Будда Гришна, три российских флага. Очень жду вас в Инстаграм, подписывайтесь, присылайте новости, они обязательно будут в эфир. Друзья, жду ваших комментариев, желаю вам здоровья, еще раз всем пока, до встречи.